Здравствуйте! Вы смотрите новости губернии в студии Георгия Фёдоров. Коротко о главных темах. Самарские театры одни из лучших в России, а фестивали в числе известнейших. Но всё благодаря людям. Самые культурные деятели области получили награды в свой профессиональный праздник. Жить станет просторнее. Четыре молодые многодетные семьи из Похвестневского района получили жилищные сертификаты. На что потратят социальные выплаты счастливцы и сколько человек ещё ожидают в своей очереди. Романтики с математическим складом ума. В Самаре подвели итоги Всероссийской Олимпиады по астрономии. Кто заслужил право представлять страну на международном конкурсе? Один из крупнейших работодателей региона «АвтоВАЗ» получит дополнительную поддержку из федерального бюджета. Такое решение принято во время встречи председателя правительства России Дмитрия Медведева и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. Напомню, «Автогигант» приняло себя беспрецедентное обязательство по локализации производства 26 моделей автомобилей, а также автоматических коробок передач и передовых двигателей. Губернатор обратился к премьер-министру с просьбой предусмотреть дифференциацию мер господдержки автопроизводителей в зависимости от уровня локализации производств. Также стороны обсудили частичную компенсацию логистических затрат «АвтоВАЗа» на экспорт продукции на мировые рынки. Затронули и другие важные для субъекта направления, например, рекультивацию территории бывшего Средневолжского завода «Химикатов». Ее предполагается выполнить в рамках федеральной программы оздоровления «Волги» нацпроекта «Экология». Кроме того, Дмитрий Медведев оформил поручение о компенсации расходов на строительство 6-го кассационного суда в Самаре из федерального бюджета. Напомню, 6-й кассационный суд будет самым большим по численности судей в системе вновь создаваемых кассационных судов. Он позволит поднять престиж высшей школы региона, будет способствовать трудоустройству выпускников юридических специальностей. Говорили и о нынешнем социально-экономическом развитии области. По итогам прошлого года валовый региональный продукт вырос до полуторам триллионов рублей. Открыто 13 новых крупных предприятий, создано 12 тысяч рабочих мест. 63-й регион участвует во всех национальных проектах. В 2019-м на их реализацию из федерального бюджета направлено более 15 миллиардов рублей, а из областной казны – 8 миллиардов. Борьба с онкологическими заболеваниями стала задачей всероссийского масштаба. Огромный раздел в национальном проекте «Здоровье» посвящен совершенствованию профильной отрасли медицины. Выделяются значительные суммы из бюджетов различных уровней. Но как они повлияют на самочувствие каждого конкретного пациента и что изменится уже в ближайшее время? Ждать месяцами не придется. В Самарской области документально закрепили сроки, в течение которых онкобольным должна быть оказана помощь – от диагностики до непосредственного лечения. По нормативу, если терапевт только заподозрил рак, пациент немедленно направляется к профильному специалисту. Пять рабочих дней. В течение этого времени человек должен получить консультацию врача-онколога. Обеспечение проведения биопсии при подтверждении подозрений на злокачественные заболевания. У врача-онколога один день. Определение качества первичной диагностики и стадирования процесса. Определение тактики медицинского обследования и лечения. И определение оптимальных сроков начала оказания специализированной помощи. Десять календарных дней с датой гистологической верификации. КТ, МРТ и другие исследования должны проводить в течение 14 дней после их назначения. Сроки закреплены в национальном проекте здравоохранения. Один из его приоритетов – развитие системы онкологической помощи. Начиная с текущего года по 2024 на эти цели государство потратит около триллиона рублей. На 2019 и 2021 годы финансирование программы – 470 миллиардов. Эти деньги пойдут в том числе на закупку лекарств, что позволит использовать более современные препараты, комбинировать их индивидуально для каждого пациента. Значительные силы бросают на то, чтобы выявлять рак как можно раньше. Планируется открытие именно центров амбулаторной онкологической помощи. Таких центров планируется 12. Тоже уже определены базы. Это крупные поликлиники в городах Самаре, Тольятти и межрайонные центры, открытые на базе центральных районных больниц. Вот оснащение этих центров планируется за счет средств регионального бюджета. А на базе территориального фонда медицинского страхования будут проводить обучение врачей-онкологов, чтобы ликвидировать дефицит кадров. Все эти меры, по мнению специалистов, позволят улучшить диагностику недуга и к 2024 году, как это предполагает национальный проект, снизить смертность от рака на 6%. Анна Ивахина, Александр Дудко, Новости губернии. У четырех многодетных семей из Похвестневского района в этом году сбудется давняя мечта. Они переедут от родителей и со съемных квартир в собственный дом. Своя крыша над головой появится благодаря государственной подпрограмме обеспечения жильем молодых семей. О тех, кто дождался очереди и кто еще ожидает счастья, материал Сергея Павлова. Ради этого события в районной администрации даже перенесли оперативную планерку. Детский смех и радость родителей куда важнее. В актовом зале счастливые участники программы «Жилище» и под программой обеспечения жильем молодых семей. С этим сертификатом они теперь решат самый сложный вопрос – квартирный. Присмотрели в районе домик, где есть свой огород, свое хозяйство. То есть родителям тоже охота отдельно пожить. Нам, как молодым, тоже охота свое жилье. Как бы и детям угол остается детям все же. Счастливый финал ожидания и у семьи Ждановых. У Александра и Елены четверо детей. Живут в селе Старый Аманак с бабушкой. Глава семейства – помощник машиниста тепловоза, супруга – лаборант химического анализа. В доме никогда не бывает тихо, но всегда царит лад и дружба. В тесноте и не в обиде, хоть и штамп, но точнее не скажешь. Уже в этом году у каждого в этом большом семействе появится свой уголок. А у мамы может сбыться мечта о просторной кухне. Полученный сертификат Ждановой вложат в приобретение дома. У нас есть мат-капитал, у нас есть свои сбережения. Помогли и родители. Ну и уже когда подберем жилье, я думаю, что на оставшуюся сумму нам одобрят ипотеку. Жилищные сертификаты получили четыре многодетные семьи. Все они проживают в Похвестинском районе более пяти лет и зарегистрированы в регионе. Потратить выплаты можно на строительство или приобретение дома, на оплату первоначального взноса при получении ипотеки или жилищного займа. Программа, которая работает у нас по линии Месодземы, она среди населения очень-очень востребована. Потому что, я уже как говорил, не все имеют возможность приобрести жилье, так как проживает уровень дохода в сельской местности не более-то высокий. Или построить новое жилье. И в связи с этим люди находят возможность каким-то образом вступать в программу, собирая пакет документов. В этом году в районной программе принимают участие 109 молодых семей. Приобрести свой кровь для них – дело времени. Сергей Павлов, Владимир Серензиев, Новости губерний, Похвестинский район. Споры за земельные участки, устройство детей в учебные учреждения, претензии к работе надзорных органов. Это лишь некоторые вопросы, с которыми жители губернии обращаются к депутатам Государственной Думы от Самарской области. Эту неделю парламентарии проводят в регионе. Сегодня у них приемный день. С какими проблемами граждане пришли к Виктору Казакову, расскажем прямо сейчас. Игорь Мельников пришел на прием к Виктору Казакову за справедливостью. Мужчина считает, что его незаконно сократили. До сентября прошлого года трудился на одном из предприятий Красноглинского района. Даже выбора никакого не оставили. Дали бумажку, подписывай. Не подпишешь, значит, у тебя все равно уволен. Вот, когда при подписании этого договора у меня вообще, у меня как будто молния стукнула, у меня до сих пор еще в шоке. Депутат Госдумы обещает подготовить обращение в прокуратуру с просьбой проверить законность сокращений на предприятии. У Лидии Коровкиной из Мышляевки проблема другого толка. Пенсионерка – совладелица частного дома и участка земли. Второй собственник, по словам женщины, ведет незаконное строительство на ее территории. Виктор Казаков тут же связывается с главой Волжского района. В ближайшее время на участок Лидии Васильевны будет направлен архитектор. Для депутата любой, даже бытовой вопрос – сигнал к действию, отмечает Виктор Казаков. Игнорировать проблемы избирателей парламентарии не вправе. Есть решения, есть выходы из ситуации. И моя задача – правильно это понять, разъяснить людям, что они должны делать для решения данных вопросов. И лицам, которые отвечают за эти дела, позвонить или написать письмо и попросить, чтобы они по-человечески отнеслись к просьбам людей. Георгий Федоров, Алексей Гриднев, Новости губернии. Дружба без общих границ. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поздравил со столетием республику Башкортостан. Праздничная церемония по случаю векового юбилея состоялась в Уфе в эти выходные. Участие в торжествах приняли полпредпрезидентов ПФО Игорь Комаров, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также главы других регионов. Башкортостан – первая национально-автономная республика на территории современной России. Меня спросили, почему вы с огромным уважением отношусь к жителям Башкортостана, трудолюбивым, всегда гостеприимным людям, среди которых у меня очень много друзей. Наши регионы связаны тысячами, десятками тысяч судеб людей, которые вместе создают самые инновационные продукты, которые вместе растят детей, которые вместе строят планы на будущее. В столетии со дня образования республики – знаковое событие и для нашей области. Более 7 тысяч башкир проживают на территории региона, а все они активно участвуют в жизни губернии, играют заметную роль по сохранению культурно-исторического наследия предков. Кроме того, дружба Самарского края и Башкирии подкреплена взаимовыгодными торгово-экономическими отношениями. Проводится множество межрегиональных мероприятий в сферах культуры и образования. Самарские театры – одни из лучших в России, а фестивали в числе самых известных. В свой профессиональный праздник представители отрасли культуры получили награды. А тех, кто дарит людям праздник души – наш материал. Юлия Букурадзе, как принято говорить, сразу с корабля на бал, точнее с самолета, на церемонию награждения. Еще вчера вечером за роль Нины Сарафановой в спектакле «Старший сын» ей аплодировали зрители театра на Таганке. Сегодня овации уже от коллег. Юлии присвоено почетное звание заслуженного артиста области. Представители новокубышевской грани в последнее время нарасхват. Получают золотые маски, успевают сотрудничать со столичными театрами. Не забывают и про спектакли дома. Здесь каждый раз аншлаг. Поклонники покупают билеты за несколько месяцев. В чем секрет? Я думаю, в искренности и в честности по отношению к профессии, по отношению друг к другу, к партнерам и к своему зрителю. И это просто люди чувствуют и тянутся к этому, к какой-то к этой честности, к этой открытости. Тому, что сейчас, например, в столице потеряно. Юлия говорит, это только начало. Больше возможностей для артистов, а для зрителей мест, будет в новом здании театра студии «Грань». Оно будет построено к 2020 году. О том, как важны условия для работы, прекрасно знают представители Тольяттинского дирижанса. Для них этот сезон особый. Мы имеем возможность ставить спектакли на том уровне, какому мы хотим. Впервые у нас в зале, благодаря лично Дмитрию Игоревичу, случился замечательный ремонт. И Александр Петрович, передайте, пожалуйста, Дмитрию Игоревичу, что мы его ждем. И хотим, чтобы он своими глазами увидел, как у нас стало здорово. Если раньше в дирижансе была плохая акустика и неудобные зрительские места, то теперь все на уровне. Композиция меняется одна за другой. Поворотный круг на сцене – мечта артистов и режиссеров-постановщиков. Проект областным властям представили в конце 2017-го. В 2018-м он был готов уже в реале. Сегодня сфера культуры находится в зоне особого внимания государства. Президентом страны Владимир Владимирович Путин 2019-й год объявлен годом театра России. Началась реализация масштабного национального проекта «Культура». При госсовете создана рабочая группа по направлению культура. Ее возглавил губернатор Самарской области. Стоит задача улучшить материально-техническую базу, повысить посещаемость учреждений, сделать высокое, доступным даже для небольших сел. Особое внимание и уровню зарплат. В Самарской области сейчас они одни из самых высоких в этой отрасли в Приворском федеральном округе. Подготовка специалистов – также немаловажный вопрос. Почетное звание заслуженного работника культуры получила Валентина Волкова, представитель династии педагогов в четвертом поколении. Вот уже 40 лет она учит детей играть на скрипке. Женщина признается, увлечь в эпоху гаджетов другим инструментом бывает нелегко. Но получается, 9-летний внук Даниил тоже не устоял перед ее талантом. Он говорит, что я буду музыкантом. Посмотрим, хватит ли у него вообще на это все терпение. Сейчас пока учится. Сегодня награды получили артисты, преподаватели, художественные руководители. Праздник завершился показом балета-притча «Три маски короля». Ольга Павловская, Алексей Вельмискин. Новости губернии. Звезда драмтеатра «Золотой эпохи» Петра Монастырского. Актриса и руководитель независимого проекта, рожденного в миллениум, театра «Понедельник». Педагог и красавица, которая наслаждается ролью бабушки. Сегодня в гостях программы «Культурные люди» на радио «Губерния» заслуженная артистка России Ольга Шибуева. Расскажет о том, легко ли быть внучкой знаменитых артистов. Почему разочаровалась в профессии, а затем встретила свою третью театральную молодость. А также поделится секретом, как блестяще выглядеть в любом возрасте. Слушайте интервью с артисткой сегодня в программе «Культурные люди» на волнах Самарского губернского радио, а также онлайн на сайте губерния.тв.ру. Начало в 22.09. Пять памятных досок установят в Самаре в этом году. Их посвятят героям Великой Отечественной и локальных войн, разведчикам, заслуженным сотрудникам госбезопасности. Все они учились или работали в областной столице. Информация озвучена на совещании по увековечиванию героев боевых действий. Эта работа совместно с Российским военно-историческим обществом началась в 2016 году. С тех пор уже установили семь мемориальных досок. В будущем масштаб благого дела будет только нарастать. Сейчас региональный Минкульт готовит свод выдающихся личностей, которые так или иначе связаны с регионом. Память о них будет увековечена в городах и селах области. Память о героях должна жить не только в памяти, но она должна быть выражена в каких-то конкретных, емких, четких формах. Название улиц, площадей, мемориальных досок, памятников, скульптур. Все то, что позволяет нам не забывать свои истории о тех людях, перед которыми мы остаемся в долгу. На главной в Самарской области базе ОМОН, которая находится в Тольятти, состоялся необычный марафон. Его приурочили ко дню Росгвардии. Корреспонденты со всего региона под руководством опытных инструкторов примерили на себя роль саперов и обезвредили гранату. Отработали меткость на стрелковых тренажерах и научились оказывать первую помощь пострадавшим. Репортаж от первого лица подготовила Мария Акимова. Сначала подробный инструктаж, потом подгонка обмундировании. Хотя это не полное облачение, сразу после примерки журналистам становится ясно, передвигаться в нем непросто. Как ощущения, Маша? Все отлично. На мне жилет, который весит около 4 килограммов. Каска, которая тоже я не знаю. Килограмма два точно весит. Так, на главной в Самарской области базе ОМОН, которая находится в Тольятти, стартовал необычный марафон. Его приурочили ко дню Росгвардии. Корреспондентам со всего региона дали возможность почувствовать себя настоящими бойцами. Разделили на команды, за каждой группой закрепили инструктора. Впереди множество испытаний, которые сами омоновцы щелкают, как орешки. Ведь учения для них привычные будни. Очень тяжело. Внутри заброшенной постройки вооруженный противник. Задача подойти к зданию, используя штурмовой щит. Его вес около 80 килограммов. По этому группу возглавил самый крепкий боец. На его плечах не только тяжелая ноша, но и большая ответственность. Если противник применит гранату или огнестрельное оружие, щитовик должен закрыть тех, кто идет за ним. Проходит команда, что находится боевик в здании. И люди экипируются полностью. Плюс в состав группы входит пулеметчик, снайпер, щитовой, плюс два автоматчика. Щитовой идет с коротким стволом, снайпер и пулеметчик находятся в машине. И непосредственно группа штурмов, в которую входят два автоматчика. Они как бы отрабатывают адрес полностью. Двигаться нужно в одном темпе, шаг в шаг. Главное здесь – согласованность. Именно от нее во многом зависит успех операции. Далее условная зачистка помещения. У каждого члена группы есть четыре выстрела по мишеням. Важно попасть в яблочко. Это приносит дополнительные баллы в копилку команды. Бойцы отрабатывают меткость и взаимодействие в группе вот на таких тактических стрелковых тренажерах. Это уникальная разработка самарских ученых. Оружие максимально приближено к реальному боевому. Одни с заданием справляются легко, другие никак не могут приноровиться к оружию. Мария, да? Да. Ну, ноль так ноль. Просто 36 и ноль. Я якорь этой команды. Журналисты пробуют себя и в качестве саперов. Взрывотехнические костюмы тяжелее любого бронежилета. Передвигаться в таком быстро просто невозможно. Не зря говорят, главный враг сапера – спешка. И дело даже не в мундировании. Неверный шаг может привести к трагедии. В ход идет специальный контейнер. Он способен выдержать взрыв гранаты. Научились даже оказывать первую помощь. По легенде, у меня перелом бедра. На носилках пострадавшую эвакуируют в машину скорой помощи. Мы хотели бы показать, какая база на самом деле для подготовки спецподразделения должна быть в Росгвардии. Вот эта база, которая была построена 4 года назад, еще в системе Министерства внутренних дел, олицетворяет собой необходимые, перечень необходимых, скажем, зданий, сооружений, каких-то приспособлений, которые необходимы для подготовки бойцов спецподразделений. Ну и, конечно, наш Тольяттинский ОМОН, он занимает одно из лидирующих положений в России. Ну а, естественно, материальная база помогает им в этом. Представители ведомства подводят итоги дня. Все команды с заданиями справились на отлично, а сами журналисты, оказавшись в рядах бойцов, убедились, пока рос гвардейцы на посту, можно спать спокойно. Мария Акимова, Александр Каракулько, Новости губернии, Тольятти. В Самарском университете подвели итоги Всероссийской олимпиады школьников по астрономии. В течение шести дней без малого 200 участников из 44 регионов показывали свои знания в области одной из самых интересных наук. Оценивали способности школьников 18 членов жюри. О тех, кто поднялся на пьедестал почета, расскажет Владислав Жернов. В актовом зале Самарского университета собрались люди, для которых мыслить космическими категориями – дело привычное. Каждый из этих школьников в состоянии ответить на самые замысловатые вопросы. Потухнет ли солнце, сколько парсек до ближайшей звезды, и почему искривляется пространство. Проблемы эти лишь немногим сложнее тех задач, которые пришлось в течение шести дней решать участникам олимпиады. Очень напряженная программа и для них, и для нас, потому что три тура сразу. Они были на второй, четвертый и пятый день. На второй, третий и пятый день, прошу прощения. В четвертый день была длительная процедура показа работы апелляции. Первый тур теоретический, второй практический, но он тоже в аудитории проводится, просто задача немножко иного плана. И последний тур короткий состоялся вчера, это был блист-тест. В интеллектуальном поединке любители звездного неба впервые сошлись в Ярославле в 1994 году. В 2019 в городе на Волге прошла уже 26-я по счету Олимпиада. На сцену Самарского университета поднялось более 70 конкурсантов, успешно одолевших все соревновательные туры. Среди тех, кто набрал 100 баллов и удостоился чести стать призером, оказалась и 11-классница Самарского 135-го лицея. Астрономия – это невероятно интересный предмет. И в отличие от других предметов, он расширяет наши знания о мире. Ну то есть все остальные предметы, они о вещах, которые происходят на Земле, а астрономия – она о другом. Олимпиаду такого уровня Самарская область принимает впервые. Тем не менее, на заключительном этапе состязаний честь региона защищали 5 школьников из областного центра Итальяти. Самарская школа подготовки к Олимпиадам такого уровня с нашим профессорско-преподавательским составом вузов, с нашим составом школьных учреждений очень сильно. И мы каждый год доходим до заключительного этапа, если вы обратили внимание, я сказал, всего лишь 44 региона представлены, не все. И на заключительных этапах обязательно берем призовые или места победителей. Абсолютными победителями интеллектуальных состязаний на этот раз оказались Леонтий Шубин из Петербурга, Максим Покровский из Москвы и Евгений Бойцов из Московской области. Они будут участвовать в международном конкурсе, который пройдет в этом году в Венгрии в конце августа. Призеры же Олимпиады получают право поступления без экзаменов в профильные вузы. Владислав Жирнов, Алексей Гриднев, Новости губернии. В Самаре нормативы ГТО выполнили самые маленькие физкультурники. 120 дошколят вышли на старт серьезных соревнований. Акцию посвятили пятилетию всероссийского комплекса. У малышей проверили силу рук, ног, гибкость, меткость и быстроту. За юными атлетами наблюдала Татьяна Пудова. Я хочу сдать новую ГТО и получить золотой значок. Получить золотой знак непросто, но дошколята стараются изо всех сил. В рамках программы ГТО малышам нужно сдать 7 нормативов. Отжаться от пола 11 раз девочкам и 17 мальчикам. О том, что это упражнение выполнено правильно, судью проинформирует специальная кнопка. Ее нужно коснуться грудью. Еще метнуть мяч в цель, прокачать пресс. Любимым упражнением у малышей стало подтягивание на перекладине. 11 раз выполняют девочки и 15 мальчики. Один, два, три, четыре, пять. Подготовка, то, что дают в садиках. Мы уже с многими садами здесь работаем. В принципе, дети подготовлены хорошо. Есть небольшие нюансы по качеству выполнения, то есть точность выполнения упражнения. А в общем, в целом, дети подготовлены неплохо. На сдачу норм ГТО пришли самые спортивные воспитанники из 12 детских садов Самары. 120 человек. Успехов им пожелала заслуженный мастер спорта России, серебряный призер летних Олимпийских игр 2008 года в Пекине, чемпионка Олимпийских игр 2016 года Ирина Близнова. Желаю как можно больше вам золотых знаков отличия, спортивных успехов. И увидимся с вами на площадках для сдачи ГТО. Мы продумали единый день так, чтобы, выполнив все здесь, ребенок уже мог претендовать на знак. Ну, если, конечно, бывает же так, чтобы все выполнил на золото, а что-то одно подкачало. У него в течение отчетного периода есть возможность перестать. Для детишек это 30 июня. Возродили комплекс готов к труду и обороне по всей стране пять лет назад по указу президента Российской Федерации Владимира Путина. За эти годы в Самарской области более 120 тысяч человек зарегистрировались на сдачу комплекса ГТО. Более 60 тысяч переступили к выполнению норм и почти 22 тысячи человек получили знаки отличия. Национальным проектом «Демография» поставлена важнейшая задача вовлечения более половины населения в систематические занятия физической культурой и спортом. И комплекс ГТО – это один из важнейших элементов вовлечения населения и привития навыков здорового образа жизни, занятия физической культурой и спортом. По итогам единого дня ГТО все дошкалята, сдавшие нормативы, получат заслуженные знаки отличия. Татьяна Пудова, Дмитрий Столяров, Новости губерния. Ударить, как Харламов, отбить, как Третьяк. Юные самарцы теперь могут почувствовать себя настоящими звездами хоккея. В одном из торговых центров открылась мини-ледовая площадка, где можно получить и развить профессиональные спортивные навыки. Идея реализована региональным центром спортивной подготовки в рамках проекта «Спорткоманда 63». В основе программы – формат обучения через развлечения. На площадке детям выдают амуницию и трудовые книжки, а в процессе игры они могут повысить свой спортивный разряд. Среди заданий – точности, сила бросков, обводка вратаря. Организаторы уверены, что проект привлечет детей к дальнейшим занятиям спортом. Поэтому приятно, что наш региональный центр спортивной подготовки, где, наверное, одним из первых появились именно такие должности Трудового кодекса Российской Федерации, как спортсмен, развивают здесь в том числе и ориентацию на физическую культуру, спорт, здоровый образ жизни среди нашего очень маленького поколения. «Спорт во благо». Под таким названием в Самаре прошла благотворительная лыжная гонка. Она проводилась в поддержку детей с синдромом Дауна. Все собранные средства будут направлены в Центру помощи детям с этим диагнозом. Подробности знает Дарья Зотова. Боготворительная акция на лыжах. На старте более 200 человек. Спортсмены и любители участвуют в гонке в поддержку детей с синдромом Дауна. Все собранные средства пойдут на покупку нового оборудования для Центра помощи детям. Центр помощи детям с синдромом Дауна мы открыли только год назад. До этого мы занимались только организацией различных мероприятий. Кроме того, мы занимаемся обучением родителей, семинары для них проводим. У нас существует служба ранней помощи. В программе дистанции на 3 километра для взрослых и 1000 метров для детей. А также семейные забеги и корпоративные эстафеты. В ней принимают участие сотрудники генерального партнера гонки «Промсвязь банка». Не секрет, что много мероприятий проводится в Самаре, различные. Мы, естественно, смотрим, выбираем. Но мимо этого мероприятия мы не могли пройти. Это не первое и, поверьте, не последнее мероприятие. Здесь команда достаточно серьезная. Здесь и дистанция 3 километра представлены наши сотрудники. И на эстафете по километру. Сам пробегу. Они поставили замечательную благую цель сделать центр ранней помощи. Организовали эту гонку при поддержке Министерства спорта на государственном учреждении «Лыжная база Чайка». Сегодня пришли и инвалиды, и ребятишки с синдромом Дауна, и здоровые для того, чтобы обратить на эту проблему внимание, чтобы собрать немножко средств и помочь в таком замечательном начинании. Все участники акции получили медали и памятные призы. Дарья Зотова, Дмитрий Столяров, Новости губернии. В Самаре стартовал финальный этап первенства ПФО по хоккею. Его участники – юноши 2008 года рождения. Ближайшую неделю они будут ежедневно выходить на лед, чтобы выявить сильнейшего. На открытии турнира побывала наша съемочная группа. Юные хоккеисты приветствуют друг друга и болельщиков. Впереди несколько дней серьезных игр. До финальной части первенства ПФО дошли самые сильные. На Самарском льду встречаются команды из семи регионов по Волжье. У нас играет сын в команде «Ишталь», город Ижевск, представляемый Гмуртскую республику. Приехали всей семьей болеть. Все игры финального этапа первенства проходят на одной площадке на льду спортивного комплекса «Орбита». Возрастная группа – мальчики 2008 года рождения. Конечно, удобно. Это не на улице, не на морозе, не на солнышке. То, что все играют здесь, посмотрели, как сыграли соперники, сами сыграли. То есть это неплохо, нормально. Игры, которые проходят в Самаре – третий этап первенства. До него были отборочные матчи и зональные встречи. Всего в турнире принимает участие 30 команд. Отрадно отметить, что в этом году от Самарской области выступают три команды. Это команда «Олимп», это команда «Академия», представляющая поселок Уск-Инельский, и команда «Волгарь», это «Тольятцы». Соревнования будут проходить пять дней. Финальные игры турнира состоятся 30 марта. Кирилл Козин, Дмитрий Столяров. Новости губернии. А у меня на этом все. Больше новостей на нашем сайте губернии.тв.ру. Увидимся!